МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Воспитая служба информации телерадио компании Гомель, студия и працуя Маргарита Котова. Глядите в этом выпуске. На парадку дня зимовые питания, стан кормовой базы, программу энергосбережения и пропановы туристичной галины обнарковали на посяжении Гомельского Аблвыконкама. Больше докладная и худкая диагностика. За сроки японского гранта в Калинковицкую больницу купили новое обсталявание. Час для молитвы и добрых справ. Сегодня у православных верников распошался калядный пост. А сейчас об этом и иншим больше подробно. Сельская господарка, палюный энергетичный комплекс и туристичная галина. На сегодняшнем посяжении Аблвыконкама разлежены пытания, которые относятся до разных сфер, але мают однольково важное значение для дальнейшего развития региональной экономики. Ситуацией ознайомились наши корреспонденты. Пытания, от якого в значной ступени залежить харчовая безпека на рыхтолка кормов на зиму. Другий год запор на Гомельшине отзначаются протяглые засушливые периоды, что не сприяя досягнению запланованного. Как выник на сегодня, ответное задание выполнено только на 81%. Это амаль на 135 тысяч тонн меньше, чем было летось. Яким чином такая ситуация, пауплывая на надои и прываги, сегодня не прогнозуя никто. Але видовошно, что надеи только на традиционные кормовые культуры себе уже не оправдують. За пошние 10 годы климат зменився настолько, что в Беларуси навыц явилась новая, так званая четвертая климатичная зона, якая характеризуется высокими температурами. Заразе она охопливая практически 80% территории Гомельшины. Необходно укоранять новые виды засухоустойливых культур. Але пакуль гэта процесс иде не вельми актыуна. Вопрос о том, чтобы заниматься травами, которые наиболее устойчивы к таким условиям, становится актуальным. И если раньше в структуре посевных площадей такие травы, как сорго-суданговый гибрид или просто сорго, их там было менее 0,1%, то сейчас эта цифра начинает расти, уже достигает 3-4%, хоть и цифра небольшая. Но с каждым годом она растет. Наступное пытание на парадку дня будовництво котельня, уякие просуются на мясовых видах палева. Сегодня в планах 10 проектов, реализация яких дозволить, что год экономить, каля 13 млн кубометров природного газу. Задача на этот год – две котельни – у Добруши и Будокошалеве. Каля первый объект увяли своечасово, то с другим есть проблемы. В связи с тем, что проектная документация была готова только в липени, замес лютого, приходится предпринимать значные намагания, как котельня урыштя открылась. У программы по энергосбережении мясовым видом палева отведена бадай основное место. Планируется выйти на показатель 45,2% в общем объеме котельно-печного топлива, работающего на местных видах топлива за 2019 год. Ну, а в последующем, за счет денежных средств и Мирного банка, в том числе, планируется 9 теплоисточников строительства в 2020-х и последующих годах, по которым мы сейчас ведем разработку проектно-сметных документаций. Еще одно разлеженное питание, которое напрямую вплывает на экономику региона, развитие конкуренто-здольного туристического комплекса. Досягнуть запланованного меркуется празд больш активную рекламную кампанию. Тут и маркетинговые мероприемства, и удел у международных выставах. Плюс новые проекты, которые могут повысить туристическую привабность региона. У якости прикладу резиденция Деда Мороза, которая летась открылася в Национальном парке Припятске. У минулый зимовый сезон ее наведали больше, чем 5 тысяч человек. У гэтым по всих разликах будет еще больше. А про шатаго зараз в областном управлении спорту и туризму завершается распроцовка специальной программы, якая дозволит туристу не только самостоянно выбирать маршрут, а и пропануя место для отпочинку и кропки громадского харчавания. Сучасный туризм – это не только ознамление со слаботостями, а и развитие сферы обслугования. Туризм – это неотъемлемая составляющая часть экономики. И если сегодня туристический продукт будет пользоваться популярностью, если он будет сегодня привлекать туристов, то, соответственно, будут и другие сферы экономики за счет этого объекта получать прибыль. Люди будут приезжать, заселяться в гостиницы, будут заходить в рестораны, в кафе, они будут пользоваться транспортом для того, чтобы подъехать, они будут покупать сувенирную продукцию. Соответственно, это уже и ремесленники, и наши предприятия, которые с сувениркой работают. То есть, торговля тоже, да, то есть, это на сегодняшний день целый пласт поднимается. Олег Шенчуру, Вольга Коновалова, Валера Гапанько, телерадио, компания «Гомель». Япония выделила гранты у померы больше за 200 тысяч долларов на закупку медицинского обсталявания тром-установом региона, областной дитяшей больницы, а так само районным Хонницкой и Калинковицкой. Японская делегация пробыла у Калинковичей, каб официны передать в больнице эндоскопичное обсталявание. И оно было закуплено в рамках реализации программы грантовой допомоги у Рада Японии «Карани травы». Проект реализуется у Беларуси уже 15 годов. Основная миссия допомога у Пирадолини наступству авары на Шарнобыльской АЭС. В Гомельской области мы реализуем 30 проектов. И мы очень рады всегда находимся в этой земле. И мы, как у нас общая трагедия, мы сопряживаем пострадавшим беларусам. И мы будем продолжать эту программу. Кошт закупленного для Калинковицкой больницы обсталявания коля 76 тысяч долларов. Новые эндоскопы дадут махшимость якосной диагностики небеспечных захворваний. Это то, скажем, оборудование, которое позволяет на ранних этапах выявлять ряд заболеваний. И основные – это онкологические заболевания. То есть раннее выявление, раннее лечение спасаем жизни. То есть здесь все очень просто. Это диспансеризация, это та первичка, которая является основой нашей медицины. Урок с министром. Сегодня в ушне 11-й Гомельской школы задавали свои питания министру адукации Игору Карпенку. Во установе прошел один день информования о межах проекта «Шах», что значит «Школа активного громадянина». Чем текавилися школьники, ведая Марина Джалая. Для министра адукации Игора Карпенки девятиклассница Ульяна Уласень подрихтовала достатково каверзное питание. Побачь, с якими культурными объектами на карте суверенной Беларуси вы отшиваете и глубокий патриотизм и гонор за свою родимую. Целченко занимается музыкой в дельничеумованных олимпиадах и просто навыдатно вучится. Сустретшись с текавыми людьми, которые в школе организуют каждый опошник четверть месяца, стараются не пропускать. На их можно задать свои питания людям, которые занимают отказные посады не только областного, но и республиканского масштаба. Я узнала очень много нового, в первую очередь, о нашей культуре, также о различных спортивных объектах, которые у нас строятся. Вопросы разные, например, о молодежной политике и много чего интересного конкретно для нас, для молодежи. Степан собирается стать медиком и таким чином протягнуть семейную династую. И все для этого робить. Добро учиться, не отмавляется от дела у громадским жития класса и школы. А еще юнока привабливая военная тематика. Узгадывая, как недавно на день информования проекта «Шах», приходила ветеран великой чинной Аэлита Самсонова. Я очень интересуюсь такой темой, как война. И к нам приходил ветеран Аэлита Ивановна, которая относится к нашей школе. И очень интересная была беседа с ней. Для меня это было очень вспоминающаяся и полезная встреча. Гонорыцца у 11-й школы можно не только проектом «Шах». Для министра зарабили невеликую экскурсию и продемонстровали, чем тут, окрами учебы, займают детей. Это и волонтерский рух, и уроки финансовой письменности, и интеллектуальные турниры. Это воспитывающая функция школы. Она даже, наверное, более важная по сравнению с тем, подносим на тех или иных уроках. И мне кажется, вот эти те социально значимые дела, которые здесь представлены, это волонтерство, и деятельность общественных организаций, и бизнес-компания, это все площадки, где молодые люди исполняют разные социальные роли, учатся и готовятся к выходу в самостоятельную жизнь. Гутерки с ведомыми белорусскими громадскими деятшими, политиками, учеными – это мотивация для детей учиться, развиваться, марить и досягать. Какие изменения будут на уступных экзаменах в ближайшие годы? Какие ВНУ самые престижные в Беларуси? Сучасная молодь? Какая она? Видовочно, что разумная, допытливая и метонакерованная. Учим великая заслуга керавництва и наставников их школы. Марина Джалая, на данные большинства на данные большинства ВНУ в Беларуси статусу 3.0. Такие университеты займаются коммерциализацией ведом. Под моделью 3.0 мается на увазе подрыхтовка специалистов, которые могут быть как выканалцами, так и предпринимальниками. Наступным кроком станет формация 4.0. Это будут вышедшие научные установы, задольные выражать проблемы, выклики сущасной промысловости. По коль же основная увага, подрыхтуются специалисты региональными ВНУ. По меркованию министрами новито-новушальные установы, размещенные у областных центров, лепш за все знаемые с особливостями и потребами мясовой экономики и промысловости. Тому адекватный процесс проходит больше эффективно и предметно. Здесь лучше воспринимается и понимание есть лучше вообще в целом, что нужно для этой инфраструктуры экономической, что надо для социальной сферы. Завтра белорусы смогут отримать бесплатную консультацию нотаруса. Республиканская доброчная акция традицина промеркована до святкования Дня Юриста. Адрасы контактные дадены, а так само шанс працы нотариальных контор и Бюро Республики можно удокладнить на сайте Белорусской нотариальной палаты в разделе «Знасти Нотаруса». Елочные базары у Гомельской области пошнутся работу с 23-го снежня. Набыть древца до новогодних свят уже хоры региона смогут у организаций лесо-господарших объединения. Все лето плануються реализовать больше за 14 тысяч новогодних древ. У ассортименте традиционно будут елки и сосны, а так само древы в катках. 22-го, 28-го и 29-го снежня лесные прагожони можно набыть на передновогодних областных кермашах, которые пройдусь на площади Полстанья в Гомеле. Кошт новогоднего древа в складе от 10 до 17 рублев. В Гомеле сегодня завершился областный фестиваль для людей с обмежеванными физическими макшимостями. Мероприемство, просвещенное Международному дню инвалидов, проходило на протягу двух днен. На перед дни отбылся отборочный этап им приняли удел около 150 человек за все в области. Для их творчества не было никаких обмежеваний. На фестиваль запрошали кожного, кто уже дал выступить и проявить свои таленты. У вынику вызначены переможцы и призеры в девяти номинациях. Сяруты их, декоративно-прикладная творчество, эстрадный вокал, авторская песня, театральная постановка. Лепшие номеры проставили сегодня подчас гала-концерту. Энергичные спевы, бадеры и танцы и народный гумор. Глядачам был завеспеченный калейдоскоп позитивных эмоций. Областный фестиваль прошел пятнадцатый раз и введь в этот час он протягивает выполнять важную миссию сприять социализации людей с обмежеванными махчимостями. Инвалиды, когда приезжают здесь, они ощущают себя частью того общества, которое есть в Республике Беларусь. Все-таки даны им права, если не выступить на какой-то профессиональной сцене, они здесь выступают здесь у нас. Есть некоторые, как я говорю, зажигаются зоречки у нас. Я участвую уже на фестивале очень давно, с 2005 года. Очень хорошее впечатление, стараюсь занимать, показывать себя с хорошей стороны на высшем уровне, всегда занимать призовые места. Выники конкурса «Гомеля» в сердце моим подвели у Центральной городской библиотеки Мяерцена. Проект промерковали до 76-ти годов вызволение областного центра от фашистских захопников и года малой родимы. Конкурс проходил в трех номинациях «Лепшая эссе», фотосдымок або видео, которое для устровы историю, культуру и архитектуру «Гомеля». От жихару разных профессий у взрослых поступило 360 творческих работ. Малышему удельнику 4 годы, а иной старейшему 87. Больше за усёгом Мельшане дослали на конкурс фотосдымков, у яких можно убашить город с разных ракурсов и в разные часы года, виды с окна, кватер, парки, скверы, фонтаны и ночную иллюминацию. Работы оценивала компетентная журы под керавництвом члена союза письменников и театральных дейшев Республики Беларусь Василия Ткачова. Пераможцев вызначили у двух взрослых категориях – дети и дорослые. Я писала о том, как я ощущаю себя в этом городе, как прошло мое детство, как я познакомилась с мужем, как я родила здесь детей. И путешествуя по всему миру, я много где побывала, я с такой радостью приезжаю сюда. Он не стареет, он какие-то новые краски постоянные, он очень стильный, но в нем приятно жить. Понимаете, он имеет свое лицо. Это один из немногих городов Беларуси, который именно имеет свое лицо. Пераможцев конкурсу ознагородили дипломами, каштонными подарунками и шитатскими квитками сетки библиотек города Гомеля. Сегодня у православных верников распашался калядный пост. И он дожится 40 дюн до 7-го студения и рыхтой верников до свято Рожства Христова. Калядный пост иначе называется Пилиповым у гонора апостола Пилипа. В ухарчевании на эти дни устанавливается строгий режим. Заборонены мясные и молочные продукты, яйки и сыр. По христианских традициях пост целесный сопровожается духовным. Это молитва, покаяние, устремление от спокус и дарование крыльдов. Позвольте всех нас пригласить быть соучастниками этого рождественского поста, очистить наше сердце, нашу душу, наши помыслы от лукавых дел и постараться время рождественского поста совершить подвиг милосердия, помочь ближним, не забудь о больных, посетить тех, кто нуждается в нашем общении и всячески содействовать спасению душ человеческих. Эта иншая новина вы можете узнать на нашем сайте и интернете по адресу www.cvrgomel.by На этом выпуске завершенный. Спасибо за увагу и до встречи в эфире. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто в студии Александра Гамоля. Здравствуйте. Их содержали этой весной за распространение наркотиков. В Гомеле начался суд над молодыми людьми, которые обвиняются в сбытие психотропов. На скамье подзудимых сразу 9 человек. Четверым нет 18 лет. По версии следствия, шестеро из них работали с закладчиками в интернет-магазине по продаже наркотиков. Один из подозреваемых хранил психотроп у себя дома. При обыске оперативники нашли электронные весы, респираторы, 28 свертков с альфа-ПВП, упаковку для фасовки наркотиков. Еще трое обвиняемых покупателей опасного вещества. На первом заседании суда на следующем планируют заслушать обвиняемых. Гомельским городским отделом следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении местного индивидуального предпринимателя, который брал с клиентов предоплату за установку дверей и пропадал, не собираясь выполнять обещанное. Обвиняемый позиционировал себя как успешного предпринимателя, арендовал офис в центральной части города, рекламировал услуги на своем сайте, представлялся клиентом, давним партнером известной крупной компании. Гомельчанин заключал с гражданами договоры на поставку и монтаж межкомнатных входных дверей на условиях стопроцентной предоплаты и обязался в течение 30 дней оказать услугу. Некоторое время добросовестно выполнял работу, затем исчез. В период с марта по июнь текущего года в правоохранительные органы поступили заявления от 8 граждан. Обвиняемый скрывается от следствия, он объявлен в розыск. Следователи обращаются к гражданам, которым что-либо известно о его местонахождении, а также к тем, кто мог пострадать от его противоправных действий, с просьбой незамедлительно обратиться в Гомельский городской отдел следственного комитета. В Добружском районе задержали перевозчика нелегального алкоголя. Более 2500 литров спиртосодержащей продукции обнаружили правоохранители в автомобиле «Фиат Дуката» под управлением 34-летнего жителя Бобруйска. В кузове без сопроводительных документов и акцизных марок перевозились около 500 полимерных канистр со спиртосодержащей жидкостью. Общий объем составил примерно 2500 литров. Кроме этого было обнаружено также 317 бутылок водки российского производства. Водитель и автомобиль были доставлены в Добружский РУВД для разбирательства. Мужчине грозит штраф до 100 базовых величин с конфискацией перевозимого товара. Поджог, неосторожное обращение с огнем при проведении огневых работ и при сжигании мусора. За прошедшие сутки в Гомельской области зарегистрировано 3 пожара. Обошлось без жертв. В Петрикове пожар произошел в подвальном помещении многоквартирного строящегося дома. Огнем уничтожено 9 кубических метров пенопласта закопченной стены. Рассматриваемая версия причины пожара неосторожное обращение с огнем при проведении огневых работ. В деревне Манчице Лельческого района горел нежилой дом. В результате пожара уничтожена кровля здания. Хозяин устанавливается. Предполагается, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при сжигании мусора. Третий пожар оказался поджогом. В деревне Бибики Мозорского района неизвестный поджог баню местного пенсионера. Пострадавших нет. И это вся информация выпуска. Я Александр Гамоля благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Юность и Гоми летчным поединком подвели черту под первой стадии чемпионата Беларуси по хоккею в экстралиге. К сожалению, вояж в Минск для подопечных Сергея Стасия сложился неудачно. На экваторе первого периода хозяева воспользовались численным большинством. Отличился Дрозд. Вторая треть также осталась за столичной дружиной. Щетчин и Лопачук довели счет до 3-0. В заключительном периоде Парфиевец Юности. Впрочем, уже сегодня Рыси могут взять реванш. Вторую стадию гомельчане начинают матчем именно против Юности. Жлобинский металлур в гостях сегодня встречается с Динамо Молодечно. Гомельская волейбольная команда «Энергия» также гостила в Минске. Подопечные Дмитрия Лихорада в рамках чемпионата страны играли против строителя. Серебряный призер прошлогоднего первенства оставил за собой два первых сета 25-21 и 25-20. Третий сет затянулся и в концовке крепче. Нервы оказались у гомельчан. Они победили 32-30. Развить успех команде Дмитрия Лихорада не удалось. Похоже, что гости слишком много сил затратили в третьем сете, так что в четвертом минчане доминировали на площадке и довели игру до победы. «Энергия» в таблице чемпионата сейчас на третьем месте. В субботу гомельчане в Бресте играют с западным «Бугом». Мужской гонбольный «Гомель» продолжил безрадостную серию поражений на выезде команда Сергея Цыганкова не смогла совладать с Могилевским «Машекой». К перерыву хозяева были впереди на шесть мячей 16-10. К финальной сирене гомельчанам так и не удалось подобраться к сопернику ближе. Итог 34-28. Победа «Машеке». В субботу 30 ноября «Гомель» играет дома соперник «Гродненский Кронан». Матч на паркете дворца игровых видов спорта стартует в 19-00. Продолжение следует...